Дорогие друзья, хочу поздравить вас всех с наступающим Новым Годом! Всегда, если какой-то есть порог чего-то нового, понедельник или Новый Год, нам кажется, что-то изменится. Но давайте просто сами будем изменять отношение к этому миру, стараться не унывать, стараться сами себя выдергивать из каких-то ситуаций, если мы попали. Мы, как садоводы, знаем, что вот именно занятие, копошение в земле забирает плохую энергию и дарит какой-то нам радость, созерцание вот такой красотой. Хочется пожелать вам, кажется, простые банальные слова, просто гармонии с собой и простого человеческого счастья. Счастье радоваться зимой, снегу, летом в мае первой грозы, летом цветением обильных наших цветов, радоваться тому, что рядом с нами наши близкие, что они здоровы, что у них все прекрасно. Не хочу желать высокопарных каких-то слов. Знаете, давайте будем беречь друг друга, беречь рядом маму, как прекрасно, что рядом с нами наши матери, наши дети. И мы же можем прекрасно жить, не показывать какую-то свою гордыню порой, а просто радоваться тому, что мы живем. Вообще человеческая жизнь какая-то такая короткая. Вот я как учитель, мы исчисляем года с первого сентября. Год прошел, еще год прошел, еще год прошел. Ждешь какого-то отпуска, ждешь отдыха. А вот это вот ждание, это и есть наша жизнь. Вот давайте ценить каждый миг, который нам даден. И действительно радовать себя тем, что нам нравится. Наверное, придя с работы, у каждого должно быть какое-то занятие для души. Вырастают дети. Вот сейчас выросли дети. Чем бы я занималась, если бы не мои цветы, не мои собаки. А так вечером пришел, выдергиваешь эти корешочки, череночки, и ты уже радуешься. Дорогие друзья, с наступающим вас Новым годом! Здоровья, внутренней гармонии, ну и мира нам! Вообще, самые простые такие слова хочется искренне вам пожелать, чтобы, в принципе, все у нас было хорошо. С наступающим!